Непривычно теплая погода в середине апреля привела к тому, что растения пробудились от зимней спячки раньше срока. И этот порыв природы уже не остановить. Зеленеет трава распускаются дуванчики, а деревья выбрасывают первые листья. Раньше всех весной обычно просыпается клен. В старину на Руси его называли добрым. А почему? Расскажем в следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славяне деревья задабривали, подходили с поклоном и шапку снимали. Любимицей русского человека, конечно, была береза. Сколько песен про белоствольную сложено, сколько сока выпито, сколько веников в банях истрепано. И каша березовая непослушным детям скормлена. И по сей день вся крестьянская Россия тупит печи березовыми дровами. А плотники знают, что лучшее топорище или рукоять для молотка нужно делать именно из березы. Есть у нее такое чудесное свойство. Дерево твердое, а удар не передает. Как не бей молотком, а руки не отсушишь. В любом доме найдется что-нибудь березовое. Черенки для лопат, рукоятки для ножей или паркет. Мась Вишневского и их теоловую мась тоже делают из березы, из дегтя. А раньше деготь производился в промышленных масштабах. Им мазали сапоги, чтобы не промокали, а колеса и дверные петли, чтобы не скрипели. Но самое, пожалуй, сказочное дерево – это дуб. На Руси такого богатыря уважают с древних времен за его крепость и долговечность. Оказывается, дуб считался любимым деревом перуна – славянского бога-громовержца. Его древесина в воде не гниет, а наоборот становится более твердой, мореной, что особенно ценится мастерами-краснодеревщиками. От дуба произошло и слово «дубина». Только раньше обозначало оно вовсе не человека невеликих умственных способностей, а простое и мощное оружие, которое не раз выручало былинных богатырей. Другое народное дерево – клен. Для умельцев, коих на Руси было немало, просто первостатейный материал. И по красоте, и по деловым качествам. Его древесина по своим свойствам приближается к дубу. Прочна, не трескается, хорошо красится и полируется. Из клена в старину мастерили игрушки, столы, детали повозок, сапожные колодки, печатные формы для пряников. Кленовой сахой пахали землю, а ложки, сделанные из этого дерева, на ярмарках ценились в четыре раза дороже березовых, осиновых и липовых. Шла древесина клена и на музыкальные инструменты погудальца, свирели и гусли. А вот все области использования ели и сосны перечислить просто нереально. Скипидар, целлофан, витаминная мука, вискозный шелк, бумага, фанера, бревна, доски – все это из них. А еще фантики, в которые завернуты конфеты, стол, на котором эти конфеты лежат, пол, на котором все это стоит и краска, которой пол покрашен. Продолжать можно до бесконечности. Анастасия Щербакова, Антон Тригорницкий, Тюменское время.